Вы мечтали посетить парк юрского периода или хотели прокатиться на монорельсе под куполом самого большого торгово-развлекательного шатра в мире из книги рекордов Гиннеса? Да-да, все это возможно здесь, в столице Казахстана, в городе Астана. В этом видео мы отправимся в удивительный мир развлечений, который скрыт в самом сердце хан Шатыра. Узнаем, что таит в себе этот замечательный центр. Присоединяйтесь в мир открытий и захватывающих путешествий вместе с каналом Хани Тревел. Всем привет, ребята! Скажи привет! Привет! Сегодня я и моя дочь в Хан Шатыре и мы отправляемся в Динопарк. Вот он. Стоимость на человека 1400 тенге. Вот. И мы получим массу удовольствий, да? Да. Посещение Динопарка проводится в формате экскурсии. Экскурсия групповая, поэтому, получается, вы будете ожидать, пока соберется полностью группа. А мы вам все покажем. Да, Эмиля? Да. Динопарк в Хан Шатыре – место, где мечты становятся реальностью, а прошлое оживает перед вашими глазами. Здесь каждый посетитель погружается в атмосферу фильма «Парк Юрского периода», встречая легендарных тираннозавров, могучих бронтозавров и других динозавров, воссозданных в полную величину. Реалистичные движения и живое ощущение прикасаются к воображению, создавая захватывающую атмосферу. Посещение с семьей или с друзьями превращается в увлекательное путешествие в прошлое, где каждый может создать собственные истории, достойные голливудского блокбастера. В динопарке исполнение экспонатов поразило меня своим реализмом, словно динозаврики оживают передо мной, а звуковое сопровождение создает атмосферу максимального погружения в доисторический мир. Всем рекомендую посетить динопарк, как взрослым, так и детям. Если все-таки будете в Ханшатыре, то рекомендую посетить водный аттракцион. Вы получите массу удовольствий всего за полторы тысячи тенгена человека. Аттракцион будет интересен как взрослым, так и детям. Выдают специализированную защиту надежды от брызг. В общем, мы с Айнелли покатались на водной горке. Причем. Страшно? Нет, не поможет. Прикольно? Тебе понравилось? Скажи. Понравилось? Понравилось. Самое интересное, почему мы пришли в Ханшатыр, это, конечно же, из-за монорельса, который расположен на верхнем этаже торгово-развлекательного центра. Монорельс состоит из вот таких вот вагончиков. Каждый вагончик открыт и вмещает в себя по 4 пассажира весом не более 300 килограмм. И во время движения все надежно пристегивается. Ну и как бы создается впечатление некой безопасности. В общем, мы сейчас будем на монорельсе над Ханшатыром. Я могу что? В общем, переживаем мы. Маршрут монорельса образует круг под куполом. А вагончики заезжают в тематические туннели, посвященные столице мира. Да, мы в Турции. Красиво. Самое страшное начинается. Маршрут, кстати, не такой уж и длинный, но по ощущениям, как по мне, я там, не знаю, мне кажется, вот прям это было очень долго. Я боюсь высоты, и поэтому я села с правой стороны. А если вы любитель острых ощущений, то вы можете сесть в вагончике с левой стороны, и тогда вам откроется просто Ханшатыр сразу вот с высоты. Это реально уникальный опыт на таком монорельсе прокатиться на такой высоте, еще под куполом Ханшатыра. Поэтому создается ощущение такое, что можно всем вокруг сказать, я там был, я это сделал, я молодец. Ну, рекомендую, это интересно, это интересный опыт. Приходите в Ханшатыр, покатайтесь на данном монорельсе. Стоимость монорельса 2000 тенге на человека. Спасибо, мы приехали, ура! Мы живы! Скажу сразу, монорельс это такая интересная забава не только для детей, но и для взрослых. И прекрасное туристическое место, которое обязательно должен посетить каждый турист в Астане и житель столицы. Потому что действительно это очень интересно. И я рада, что могу открыть Астану для себя все с новой и с новой стороны. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!